Новую продукцию по австрийским технологиям представило предприятие «Мясопродукты». В Наринмаре в течение двух недель бесценным опытом делился потомственный мясник из Австрии Гюнтер Яшке. Более 30 новых видов колбасы горячего холодного копчения с разнообразными начинками, сыром, шампиньонами, зеленью и перцем уже оценили жители и гости окружной столицы. Гюнтер Яшке делает ароматную начинку для новых сортов колбасы. Две недели потомственный мясник из Австрии делился опытом срокопчения мясных деликатесов сотрудниками мясокомбината. Ненецкая оленина и австрийские приправы – такой союз стал рождением 34 новых видов продукции. Это мясо в севере оленина. По идее это старая технология. Это уже мой дедушка такое делаем, мой папа, я такое делаем. Это по принципу маска соль и много разных специй. Чёрный перец, чеснок, здесь ещё укроп там есть. Нам будет две недели нужно на холодильник, каждый день вернулись и прессуем немножко, когда спиртся и соль внутри пошла, и потом через горячий день пекаем. Этому рецепту, по словам австрийского мастера, более полувека. Горячее копчёное мясо – один из уникальных продуктов, которые, кроме фирмы Гюнтера, в России никто не выпускает. В конце прошлого года он открыл в Петербурге своё дело – небольшое производство колбас и сосисок по традиционным австрийским и немецким рецептам под маркой «Гюнтерс мясные продукты». Рецептуры абсолютно такие же, как в Австрии, только из местного сырья. Семейные традиции и личный опыт Гюнтера Яшки помогут повысить качество и местной продукции, считает директор предприятия мясопродукты Тамара Критская. Наша цель была не только научить специалистов, но наша цель была ввести в ассортимент с наполнителями колбасы, как любят в Германии, шампиньоны, зелень. Расширить ассортимент, чтобы название менялось не из-за количества присутствия мяса в данном продукте, а чтобы были начинки разные. Мартаделла с оливками, вареная колбаса с шампиньонами, с перцем, петрушкой, сыром и другими начинками холодного и горячего копчения. Такому разнообразию удивились не только местные жители, но и гости города. Вы знаете, получил большое удовольствие, потому что в Москве редко встретишь такие натуральные колбаски, как здесь, и мы там практически перестали их есть. Больше всего мне понравилась, если честно, вот эта вот вареная свинина, буженина, вот эта вот колбаска, которая называется тирольская, и, конечно, натуральная оленина, как очень полезный и самый такой натуральный и полезный продукт. Мясо нравится, и это нравится как-то, почему-то без оболочки, так и не помню, почему она без оболочки. Оленина. Ноу-хау, да? Вот это, да, 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 попробовал, попробовал, попробовал. Ну, хорошая ступенька. Попробовать даже. Семь новых видов мясной продукции, которые продемонстрировали на дегустации, уже есть в фирменных магазинах мясопродукты. Все остальные деликатесы появятся на прилавках на следующей неделе. Любовь Пермякова, Владислав Носким, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова